Вспоминаем российских звезд 90-х, которые покинули этот мир, будучи молодыми и полными сил. Одних сгубил криминал, других болезнь. Третьи сами решились на роковой шаг. Кого-то из них нет уже два десятилетия, кто-то ушел совсем недавно. Но главное, что мы помним и любим их песни. Пока живы песни, живы артисты. Эффектная внешность Рады Змехновской и сильный голос так понравились продюсерам, что девушка стала первой участницей группы Бандерас в 2005 году. Она прославилась песнями про красивую жизнь и Columbia Pictures не представляет. В группе Рада пробыла два года и ушла из-за беременности. Между участниками группы сохранились мирные отношения, но после рождения ребенка артистка так и не вернулась в группу. Она стала кинопродюсером и помогала мужу с бизнесом. Змехновская тщательно скрывала личную жизнь. Она не говорила свой возраст даже близким людям и не делилась с окружающими подробностями романтических отношений. В какой-то момент звезда пропала из поля зрения СМИ. Подруги Рады рассказали, что она умерла в сентябре 2017-го. Смерть настигла артистку в Калифорнии, куда она приехала на отдых. Змехновскую госпитализировали с инсультом. Певица несколько дней лежала в коме и умерла от кровоизлияния в мозг. Перед вами сойдет человек, у которого мать Украинка, отец Русский. И моя победа состоит в том, что я покинул власть. Михаил Горбачев родился в обычной крестьянской семье. Он начал работать еще в детстве, помогая родителям по хозяйству. Великую Отечественную войну он застал 10-летним ребенком. Затем пережил оккупацию в селе Привольное Ставропольского окрая. Несмотря на простое происхождение, после школы он поступил в МГУ на юридический факультет. Двери университета открылись для него благодаря трудовым успехам. Получив юридическое образование, Горбачев ушел в политику. В какой-то момент Михаил Сергеевич заинтересовался КГБ, пытаясь завербовать. Однако будущий реформатор отказался и продолжил политическую карьеру. Ярче всего Горбачев проявил себя в 80-е, став генеральным секретарем КПСС. А после развала с СССР первым президентом союзного государства, Горбачев объявил эпоху гласности и поставил страну на рельсы демократии. В то же время многие проекты политика не венчались успехом. Многие люди считали его повинным в развале с СССР. В числе промаха Горбачева, по мнению его противников, провал антиалкогольной кампании. Но главное, за что некоторые не любили этого политика, это вывод республики из состава СССР и дальнейший парад суверенитетов. В 90-е Михаил Сергеевич отошел от дел, стал общественным деятелем. Он читал лекции, писал книги и высказывался о политических реалиях в России. Политика не стала летом 2022 года. Смерть наступила в 91 год. Борис Моисеев, звезда российской эстрады, так идти против течения и зажигать на сцене мало кто решался из артистов мужчин. Юбки, перья, стразы, обнажение, яркий макияж, который даже женщины не рисковали наносить. Правда, певец утверждал, что испытывал чувство стыда за то, что творил в молодости, только чтобы заметили и начали говорить. В конце 2010 года Борис Михайлович попал в больницу с подозрением на инсульт. С лечебным учреждением помог Иосиф Кобзон. Регулярно навещала Алла Пугачева. А чтобы балет Моисеева не остался без зарплаты, коллектив взяла к себе Кристина Арбакайте. Диагноз подтвердился. Состояние артиста стремительно ухудшалось. Вся левая часть тела оказалась парализована. Спустя три дня Моисеева ввели в кому и подключили к аппарату искусственно поддерживающего процесс дыхания. Болезнь отступила. Шоумен пробыл в больнице до февраля 2011 года. А уже через несколько месяцев пел на новой волне. Полностью оправиться от недуга певцу, к сожалению, так и не удалось. 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер. Об этом сообщил Сергей Горох. Ему было 68 лет. Эпатажный певец скончался в собственной квартире. Причина смерти артиста не озвучивалась. Однако СМИ сообщали, что незадолго до этого Борис Михайлович перенес третий инсульт. Тело знаменитости утром обнаружила домработница. Певец лежал на полу. Воспользоваться тревожной кнопкой для вызова помощи он не успел. Последний год своей жизни исполнитель хита «Голубая луна» не появлялся на публике. Но новости о нем рассказывал его концертный директор. Горох говорил, что сильную поддержку певцу оказывала Алла Пугачева, постоянно передающая другу продукты и его любимые блюда. В личном блоге Борис Михайлович выставлял съемки с прошлых концертов. Поздравляю близких коллег с днем рождения. Последний пост артиста был посвящен Иосифу Кобзону. В день смерти певца в СМИ появилась информация о его наследстве. Оказалось, что Моисеев заранее отписал квартиру в Латвии кристинер Бакайте. Жилье в Москве он завещал Гороху. Похоронили знаменитость на Троекуровском кладбище. Антон Ельчин – американский актер русского происхождения. Родился он в Ленинграде, а уже через полгода переехал вместе с родителями в США, где и началась его актерская карьера. Он снялся в фильмах «Альфа-Док», «Звездный путь», «Терминатор», «Да придет спаситель», «Стар-трек» и других. Смерть звезды в 2016 году повергла всех в шок. Выезжая из дома в долине Сан-Фернандо, на своей машине Антон понял, что забыл сумку. Он вышел из автомобиля, но забыл поставить его на ручной тормоз. Машина поехала вниз по склону и придавила актера. Его тело оказалось зажато между бампером автомобиля и кирпичной колонной. Ельчин умер от асфиксии. Свою карьеру в Москве уроженка Луганска Наталья Лагода начала со стриптиз-клуба «Долс». Там она познакомилась с бизнесменом Александром Кармановым. Вспыхнул роман. В какой-то момент возлюбленному захотелось сделать из бывшей стриптидерши певицу. В 1998 году в широкую ротацию поступает дебютный сингл Натальи Лагоды «Маленький Будда». Песню и клип на нее, снятый в Таиланде, гоняли чуть ли не круглосуточно. В итоге получился хит. Успех был недолгим. Следующая песня Натальи Лагоды публику не зацепили. А в 2001 году с ней провал карманов. И платить за дальнейшее продвижение в качестве певицы стало некому. Лагода узнала, что ее бывший ушел к экс-солистке блестящих Ольге Орловой. Бывшая звезда впала в депрессию. 21 сентября того же года Наталья Лагода выпала из окна своей квартиры на пятом этаже. На глазах у маленького сына первого брака. Женщина выжила, но осталась инвалидом. Лечение оплачивало карманов. После выписки Лагода вернулась в Украину, где в течение нескольких лет заново училась говорить. Она вышла замуж за парня, с которым когда-то училась в школе. Супруги стали выпивать. Жили в гараже. Московскую квартиру, грубо говоря, пропили. 29 мая 2015 года Наталья Лагода скончалась на 42-м году жизни в родном Луганске из-за острой формы запущенной пневмонии. В 1981 году создается рок-группа музыкантов под названием Гарин Кимпербалоид. Но не прошло много времени, и коллектив стал носить другое название, которое сегодня на слуху у каждого – знаменитая непревзойденная группа кино. Благодаря содействию Бориса Гребенщикова и его не менее известной в те времена аквариум, в палатах появляется первый альбом, носящий название 45. Незамысловатое название было придумано в результате общего времени звучания песен. Уже в то время Виктор говорил о четких принципах жизни и вовсе не планировал отступать от них. В 1988 году выходит легендарный альбом Группа Крови, после которого группа кино становится востребованной даже за пределами родного СССР. Спустя всего год в мир выходит первый профессиональный альбом коллектива под названием Звезда по имени Солнце. Самые лучшие песни из этого альбома стали настоящими хитами, и именно благодаря ним группа обрела бессмертие. Вот только на самом солисте это не отразилось. Великий кумир молодежи погиб в ужасной автомобильной катастрофе 15 августа 1990 года. Люди сегодня не устают повторять, что Виктор Цой жив. И тогда не верили в то, что кумир миллионов больше нет. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит... Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка также в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.